Субтитры делал DimaTorzok 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 Так молодо выглядит на фотке Отец у него умер и мать вышла замуж Снова и по ходу дела Этот человек просто Сказка в кавычках Я не увлекаю слишком Слишком Претенциозно В смысле приторно или Другое слово Побережье Орегона Эта открытка прислала Рэйчел Эмбер А ведь помню этот стол Мы потратили целый день Чтобы перекрасила в синий цвет Хоя обожает этот цвет Блин, я запуталась Почему она не сказала, что она ее подруга Когда она ее спасала Почему она сказала, что нужно спасти эту девчонку? Кручу-верчу, запутать хочу Раньше мы рисовали такие классные рисунки Девочка-убийца Да, помню На уроках сидели тоже с подружкой Постоянно рисовали что-то У нас ученица по истории ругала Ученица по русскому литературе тоже ругала У нас был художественный класс Мы с подружкой сидели Разрисовывали задние страницы тетрадок У меня вообще все поля были разрисованы Всякой ерундой Не с шедеврами Какими-нибудь Как вы можете подумать О всякой ерундой Меня за это постоянно ругали Основной у меня рисовала глаза Кистью рук Всякие змейки на полях Что-нибудь такое Постоянно руки рисовала Руки и глаза Пахнет она грязным бельем Годость Оу-оу Коробочки, коробочки Картонные, старые Куда ты, Паль? Ты сломал мой снежный шар? Ну, спасибо Давай перемотаем Все, не доставай Не доставай Твои ручонки Куда-то лезут Куда не нужно Ну, у нее здесь такой Этот Художественный беспорядок Как я называю У меня тоже в комнате Сейчас так происходит Особенно, если я достаю краски И, например, я начинаю рисовать У меня резко вдохновение пропадает Если я буду это все убирать Отодвигать свой стол На котором у меня Лежат художественные принадлежности Да То есть жидкость Для того, чтобы разводить краски Тоже уже никуда не перельешь Короче, жду вдохновения Чтобы дорисовать Это все может не убираться Это напоминает мне детство Наша супер-секретная шкафная берлога Смотрите Кардинально изменилась у себя Еле узнала ее Заглянуть Клои всегда была выше меня Мы попросили ее отца Отмечать наш рост Мы тоже отмечались Моей сестрой Подругой детства Доюродной сестрой Она у меня старше на 15 дней Вот Но я всегда была и выше Она хвалилась тем Что она старше меня на 15 дней Вот И мы тоже всегда измеряли наш рост И она в надежде Что она немножечко подросла Когда она убеждалась Что она не подросла Она не говорила Что она старше меня на 15 дней Это когда мы были маленькие Тоже есть еще вспомнить Здесь один только мусор Жаль, что я не могу запустить музыку через ноутбук Но мне нравится, что он такой старый и чудный Я даже обклеила его панковскими наклейками Она такая счастливая Такая грустная Она такая обкуренная Что-то у нее полоса какая-то обкуренная Поперла после того, как отец умер Она, видимо, из-за этого погрузила себя И вот этот вот бардак на голове Это говорит о том, что у нее эмоциональная нестабильность Потому что то, что внутри, то и снаружи То есть какой у вас внутренний мир Так вы хотите внешне выглядеть Нет, это не неплохо Я Только за проявление индивидуальности Вот Это в моей жене проявлялось Как протест Но чаще всего это просто был поиск себя То есть внутри ты себя не понимаешь И думаешь, что тебе это нравится И хочешь это видеть на себе Но потом проходит время Особенно если говорить о девушках Мы склонны к тому, чтобы меняться Мы хотим что-то другое сделать Своими волосами, со своим внешним видом, например Чаще Но это не значит, что У мужчин такого не может быть Я просто Но на самом деле Когда ты успокаиваешься Внутри себя Лучше себя понимаешь У тебя уже нету Вот этой вот Погони Что-то Изменить с внешним видом Нет, конечно У тебя могут быть Какие-то желания Как ты хочешь видеть себя Как тебе нравится видеть себя Как ты чувствуешь себя комфортом С каким-то внешним видом Но это уже другое Может быть, это, конечно, свой возраст Но Взгляды, конечно, они на всю жизнь То есть, какой я была тогда Такой я осталась Только, как говорится Немного мудрее становимся Может быть, кто-то много Вот Но внутри такой, конечно, останусь всегда Какой я была У меня ощущение Что я такой же ребенок Как была раньше Только во взрослом теле И просто Больше стала понимать людей И себя Как-то вот так вот Я себя ощущаю Это когда Ваша душа Не закрывается Когда вы Закрываетесь То вы налагаете на себя Всякие Должен Должна, как я не могу себя вести Потому что там Я стала старше Или потому что Вот Я Должна соответствовать Какому-то стандарту То есть Какие-то накладываете на себя Программы Статусы Социальные И Такие люди считают себя Очень взрослыми Но на самом деле Хотят быть свободными Внутри И по этой причине Пытаются все время Сбежать куда-то Если говорить Это о семье В каких-то обязательствах Они могут прятаться В интернете Там не знаю Женщина может быть Хочет оторваться В шоппинге Мужчина может быть В компьютерных играх Чаще Либо там не знаю С друзьями Смотреть футбол Играть бильярд Не знаю То есть Человек пытается сбежать Найти Того Внутреннего ребенка Которого он Где-то забыл Который хочет Вырваться наружу И правильно говорят Чем Дольше Например Человек Строит у себя Правильного И заставляет Себе быть правильным Тем Более вероятно Что например К сорока годам Если говорить Например о мужчине Он так Оторвется по полной И вспомнит Этого ребенка Потому что Невозможно будет Всю жизнь Сдерживать себя В этих вот границах Не выдержит душа Или она станет Совсем черной Или она просто Должна будет Вырваться Наружу И это будет Проявляться По-разному Женщина может Более эмоциональная У мужчины Это будет порыв Души Того Внутреннего хулигана Который живет В каждом мальчике Ну я говорю О добром хулигане Ну и женщина Тоже создание Которое Всегда будет Стремиться К внутренней свободе Вообще Это просто Говорим О душе О том Что внутри человека Что-то я с вами Опять тут Начала философствовать Тут Все вместе Наверное Этот беспорядок Поглотил ее диск Надо Взять на заметку Эту цитату Я всем буду говорить Что Наверное Мой беспорядок Поглотил Или как она сказала Диск Это стол Или склад Я думаю Этот джанк Свалил ее диск Так вот куда Все время Все одевается У меня всегда Ластики Терялись Карандаши И резинки Для волос Отличная проблема Не знаю Это наверное Как у мужиков Носки Везде эти плакаты Мусорка Вся переполнена Можно я не буду Это читать Это слишком Я вообще не люблю Вот все Это бумажные Всякие Документы Надо куда-то ходить Что-то делать У меня мозг взрывается И тут еще Что-то показывает Бумажки Не хочу Читать Тонкоорганизованная Натура Творческая Я живу Чувствами Иногда Эмоциями Как все Женщины Чаще всего Я живу Чувствами Разными И негативными Тоже Хотя чувства Ассоциируются С чем-то Хорошим Можно все Чувствовать Когда вы Начинаете Больше чувствовать То вы Лучше Понимаете Мир Чувствуйте Все Что вам Близко И все Что вам Нравится Струно Верьте Что Хлоя Как-то Пять лет Назад Как-то Пять лет Назад Ты была Мой лучшей Подругой Каких-то Пять лет Как развлекается Позрослевший Макс Я не чувствую себя Взрослой Тусую Ночами Направят Только становлюсь Все скованнее И скованнее После того Что случилось Сегодня Я надеялась Услышать что-то Приятное Обо мне Конечно О тебе Я думала Тебе Хотя бы Нравится Делать Флоту Перемотать Еще поговорить Можно Нашла Диск С музыкой Твой диск Поглотил Твой Беспорядок Как она Сказала Ищет Тщательнее Но не могу Я найти Не хочу Ничего Искать Не хочу Здесь Ничего Искать Мне Своего Стала Хватает Обычно Металлические Коробки Под кровать Ухраняет Секреты Коробочка Осмотреть Может Там Диск Точно Отдай Извини Я не хотела Лезть Не в свое дело Видимо Вы были Хорошими Подругами Это еще Мягко сказано Я вообще Запуталась Хлоя Разве Не Вот та Которая Справа На фотографии Без Синих Волос Это Рэчел Эмбер Объявления Ее розыски Развешены По всему Блэклэлла Затец Погиб А ты уехал И я чувствовала Себя брошенной И Рэчел Меня спасла Про все Я не знала Ты не старалась Узнать А мне было 14 Мы были лучшими Подругами Рэчел Рэчел Заняла Мое место Так Ревность Ревность И никогда О тебе Не забывала Хоть я была Солочью Не звонила Ведь у тебя Была Рэчел Мы собирались Перевернуть Весь мир Ты удивишься Насколько Мы были разными Она хотела Стать звездой Она выглядит Как модель Таков и был Ее план Свалить Из этого Захолустья А как же Твоя мама Что же Произошло Что случилось Твои друзья Мама Пытались Сосновить вас Моя мама Была занята Любишь же ты его Рэчел пропала Полгода назад Она просто Уехала Из Аркадии Не бросив Ни слова Но бросив Меня А как же Ее родители Они тебя ищут Они не хотят Признавать Очевидное Ты знаешь Больше Встретила человека Который изменил Ее жизнь И потом Сбежала С тех пор Мы о ней Ничего не слышали Мой отец Рэчел Все дорогие Мне люди И бросают Меня Может Ты включишь Музыку Ну включи музыку Или на чем Ты собралась Включать Не на ноутбуке Разве А где Магнитола Где-то стоит А вот здесь Электричества нет А Вот Включить Ставить диск Какой у меня Старенький На чем-то Похож Только черный Хватит Дымить Паровоз Там куча инструментов В гараже Ты в порядке Конечно все в порядке Мне лишь нужно немного Дунуть И попробовать С мной Вот что значит Ты соскучилась По Ой Писк в правом ухе Сейчас меня сведет С ума И он такой Долгий Не стоит ее тревожить Соскучилась Она по нам Дунуть ей надо Еще одна Не набылась Приложи ей тоже Дунуть Шутка Не надо Приучать Макс К плохому Давайте Прогуляемся По ее Квартире Ничего Не вижу Безусловная Косметика Хлоя Не стала бы Использовать Продукты Животного Происхождение Но она курит Но викторианка Джойс Это ее мама Что ты ищешь Хлоя не принимает Таблетки Надеюсь С ней все хорошо Таблетки Для чего Для похудения Антидепрессанты Что это Что ты так Напугалась Мне нравится Новый цвет Волос Хлоя Она Полная Противоположность Остенчивости Давай сделаем С тобой То что-нибудь Нарешим С тобой Что-нибудь Сделаем Эдакое Вытащим Из тебя Настоящий Макс Тем подруга Есть Такая уж Одинокая Хоть себя Жалеть Вытащим Макс Наружу Домой Возврата Не отписал Томас Дом Как она Сказала Хрена В дом Ничего Не изменилось Только мы С Хлоей Но ты Внутри Изменилась Ты вообще Ничего Больше С себя Стала Не понимать Когда Повзрослела А что мы Ищем Зачем Мы сюда Приперлись Похоже Это спальня Родителей Блин Какая Я сегодня Любопытная Да вообще Примотала Да и Все в порядке Счета Давно Просрочены Кто там Работает Кто платит За квартиру Джойс Вот такая Счастливая Отчим Хлоя Отчим Это же Усач Этот охранник В школе Который Наезжал На Другую Ее подругу Мы Ее Еще Сфотографировали Джойс До сих пор Работает В закусочной Отец Хлоя Охранник Ой-ой-ой Этот И же Фильм Ужасов Когда Охранник Это был Убийцей Это не Крик Там Какой-то Нет С придурочным Тоже лицом С усами Припоминается Армейские Жетоны Классно Дэвид Мэтсен Птица Умерла Бедная Птичка Вы точно Могла Спасти ее Могла Беги А как ты Это сделаешь Что если Вот Ааа Перемотать Перемотать Спасли птичку Ты У вас кресло Пташка Лети Свободно Джойс Всегда Любила Каталоги Скучи Бесполезных Фильм Джойс Есть Маленькое Светилище В память Уильяма Может Я новый Может Не такой Шекозел А может Все-таки Козел Че он Быковал На Другую Твою подругу Ты не в курсе Ничего себе Много лет назад Класс Сделала Это для Джойс На День Матери Почему Он Это Сохранила Может Потому Что На День Матери Сделала Так Нам вниз К инструментам Так А что у нас С сохранением Вы не в курсе Так Хорошо У нас Сохранение Хотя Вы В доме Надо Дойти До другой Контрольной Точки С вами Лучше Тут взглянуть Похоже Что семья Хлоя Купалась Деньгах Не похоже Ну Мать Работает Закусочная Тут У нас Охранник Она Вряд ли Он Хлое Дает Карманные Деньги Квартиру Оплачивать Не может Вот Это Хлоя Которую Я помню Улыбающаяся Смеющаяся Теперь Она Не такая Журнал Кейт Увидимся Это было Не круто Макс Могла бы И помочь За Никит Я Струсила Я подумала Что мы Так Ей Больше Поможем То Что У нас Будут Улики Я Как Всегда В своем Стиле Да Можно Было Перемотать И Мешаться Я Вам Сказала Свою Точку Зрения Жаль Что Она Так Думает Про Нас Я Б Тоже Съездила В Париж Такими Темпами Повезет Если Они Накопят Хотя И Кстати Отчим Этой Хлои На нее Наезжал В последний раз я была здесь пять лет назад А кажется Целая вечность До сих пор работают закусочные Лучшие бургеры Надо Зайти Заглянуть на огонек Я чаю хочу Вкусно Как же я соскучилась Пострюг мне Джойс Я Ведь помню Это Пятно Мы с Хлои Прокинули Бутылку Вина Джойс Долго Оттирали Ну Так И не Оттерли Видимо За пять лет Никто Особо Не переживал За этого Пятна Себя снимок делал я То это Олень бы наступил на Наступал на твою жопу То этот олень наступал бы на твою жопу Охотник убивает оленя И тут Оставил фотографию Он как трофей фотографии Здесь вывесил этот усач Охронник Да Понятно теперь Это же тот самый диван Мы Заставляли Что это Пиратский Корабль Пиратский Корабль Мы тоже Диваны переворачивали Когда играли И Кресла переворачивали Чтобы на пол Не наступать Когда маленькие играли Будешь пить Первое Макс За что Это ведь твоя идея Хлоя Ну ладно Дай мне бутылку Вспоминания Только как они Первый раз хотели бухнуть Прекрасное детское воспоминание Извини Но я Но это не Не для детей Посмотри на ковер Тут все Вини Что будем делать Родители приехали Прикрой его Чтобы Чтобы Короче Сделай все Чтобы нас не спалили Но у вас все равно Спалили Потому что вы оттирали Это пятно Посидели Хватит Давай Вставай Хватит грустить Иди И обними Свою подругу Кислая ты Мина Старые уже Книжки Автоответчик У них все Тоже старый Автоответчик Хлои Если ты слушаешь Питер сказал Что видел тебя На той свалке Когда проезжал Мимо И я же Приказал Сказал тебе Держаться Подальше От этого места Это опасно Ты понятия не имеешь Какие мрази Там шиваются Лежись оттуда Подальше Это ее Очень За нее Переживает Да ладно Что может быть Он не такой Плохой человек Может все таки Такой плохой Нужны мне инструменты Должны Здесь Тут ничего Ни одной Бред Печеньки Не то Что нам нужно Документы Взглянуть Что в этих документах Нам нужно Посмотреть И примотать Потом У тебя вечно Все падает Все падает Ты Мотаем Ты Шерлок Холмс Недоделанный Нормально Нормально Ничего достать Не можешь Все Вдребезги Думаю Ты на двух Клад чемах Лая А мы не могли Посмотреть Эти документы Они просто Растеклись В какой-то Жиже Видите Пароль Че Где его взять Из головы В угол Залазить Ты не можешь Только мысль Перематываешь Только время Перематываешь Стримы слишком Большие Немножечко Небудь Поменьше Пооткрыть Заглянуть Стоит ли мне Его Включать Хочу эти Решения Очень Хлои Установил Камеру Наблюдения В доме Серьезно Я У нас Проблем С доверием Хлои Джойс Вообще Знает Об этом Какой ты Извращенский Отчим Может Мы хочем Спалить За что-то Что намного Чудит Но тоже Странно В комнате У подростка Ставить камеру Это Раносили Что Поставить В туалете Камеру В школе Перемотать Что-ли Все Теперь Ты в курсе Маленькие Отвертки Только Я не могу И достать Хороший Способ Чтобы Достать Отвертки И Наверное Тупица Теперь И Их Никак Не достать Не очень Надежно Выглядит Че Ты не можешь Руку Что-ли Туда Просунуть Че Что Совсем Безрукая Не достать Тут Столько Всяких Предметов Уж Я бы Додумалась Оттуда Вытащить Глупость Какая Это С тобой Одни Проблемы Ну Вытаскивай Свои Отвертки Ну Все Теперь Ты можешь Выключить И достать Уже Свои Отвертки Бери Безумные Навеки Макс Инструменты Мне надо Вернуться Клое Пока Она Не начала Волноваться Мишень Десяточка Этот Оленья Убийца Тренируется Видимо Перед тем Как Идти нахуй Отчим Хлоя Тот самый Мой Козел Из Блэк Волнов Должны 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 Издеваетесь Прикиньте Прикиньте А Как Мертвесен В общем Хлоя Начальник Охраны Блэк Хочет Расставить Камеры Наблюдей По всей Школе Слишком Лето Он Общепальный Какой-то На всю Голову Один Охранник Тут Взомнел Что он Хочет Расставить Везде Камеры Наблюдей Ничего Охранник На всю Школу Один Че Это Вообще За Хер Творится Оттуда Тут Еды Наверное На сотню Лет Хватит Бункер Прям Какой-то Только Зацените Эту Тачил Должно Быть Очень Подтащится От машин Должно Быть Должно Быть Что это За звук Странный А Иди Телек Выключи Кротивный Звук И пойдем Чай С печеньками Пить Там еще Кое-что Не посмотрела Почту Посмотрела С той Стороны Еще что-то Был По-моему А тут Не пройти Ладно Пойдем Давай Скроем Лики Что мы Кого-то Дверь Закрой Дверь Закрой Не хочет Дверь Закрывать Пойдем Стота К Хлое Контрольную Точку Какую-нибудь Активируем В самом-то Дверь А вот И я Подрестный Можешь Попробовать Починить Камеры На моем Столе Она Ревет Как Не могу Ее Починить Новые Фотки Я их Сегодня Сделала Дай-ка Взглянуть Вопрекалась Этот Мудак Повсюду Кто-то Знакомый Когда Ты Сделала Это Фото Ты Врубила Пожарную Тревогу Но Поэтому Нэтан Напал На Тебя На Парковке Да Ты Мне Жизнь Спасла Скажи Мне Правду Макс Скажем Правду Да Ты Ниндзя Врубил Нэтан Гол Я Уже Просто Делал Фото Бабочки Это Ахерет Как Круто Я Чуть Не Обмочилась Когда Увидела Пушку Так Ты Узнала Нет А Вот Она Ее Не Узнала Поэтому Думала Думала Другая Девушка Наверное Трудно Привыкнуть Ко Мне Ко Всему Этому Я Ты Была Права Выдался Еще Тот Денек Тогда Должно Быть Не Успевай Читать Должно Быть Всего Чуток Что-то О Деньгах Наркотиках И Все Самое главное Забыть Месяца Раз Ся Это Сопливая Лаба День Позади Прошло Время Ты Танцуй Разденься И оторвись Со мной Она там Че-то Такое Говорила Да Курить И танцевать Вообще Тема Чтоб Ты Не Поперхнулась Еще Более Странный Этот День Веселимся Отрываемся Круто Давай Сотрем Твой Матрас До дыр Пока Не пришел Твой Хренов Отчим Сколько раз Тебе Говорила Не включает Свою Панковскую День Музыка Даже Не врублена Я поднимаюсь Нам Предстоит Разговор Нужно Спрятать Сейчас Вообще Меня убьет Если Увидит Это Что ты Там Делаешь Прошу Открой Дверь Спокойся Я Переодеваюсь Спряжся Где-нибудь Быстрее Я Переодеваюсь Дай Мне Я Секундочку Я не могу Я не могу Восстегнуть Бюстгальтер Что здесь происходит Боже я просто примерял одежду Тут такой параноик Это последствия войны Один из моих пистолетов пропал Это ты стащила Боже я не брала я твой странный пистолет Ты знаешь что я уважаю закон Ты здесь опять Курила Ну конечно Настало твоего неуважения Говори правду Это приказ Чье это Походу дел нам придется вмешаться Особенно наркоманов Значит ты притащил наркотики в мой дом Можешь позвонить в полицию Погубит твою репутацию Блэк Валя Любишь же ты встревать Макс Как же меня бесит Неудачник который тянут Хлоя Да ты сегодня В центре внимания Сначала пожарная тревога Теперь это Чего в умную голову не приходит Не трогай ее У меня есть доказательства Того что Тудры жалкие Что ты несешь Настоящие честные доказательства Так что оставь ее в покое Все что ты знаешь Хлоя Макс есть Я еще раз тебя увижу Это будет последний раз Потому что ты такая безбашенная Я покажу тебе свою новую игрушку Пистолет она стащила у него Меня зовут Прайс Хлай Прайс Убери эту штуку от меня Он даже не заряжен Ну что ты веришь Веришь что Но не оружие надо ограничивать Неужели ты доверяешь на это Но Спасибо что прикрыла Надрали этому ублюдку задницу А я думала что это она на нее свалила Когда я не играла в эту игру Поэтому она не была Поэтому была возмущена этой ситуацией Но я была не в курсе Да это лучшее что она могла сделать Для своей подруги Нет Если хочу получить стипендию Мне не стоит лгать ради кого-то Даже ради Хлоя Нужно думать о своем собственном будущем Но тут немножечко дело в другом Если бы она сказала родителям Что она просто заступилась За свою подругу Они бы ей поверили Тут ничего такого Репутация конечно Это Роскошная вещь Которая После некоторых поступков Порой наверное сложно как-то Очистить Но Это опять же касается Зависимость от чужого мнения Другие люди могут придумать Про вас тоже Чего вообще не существует Поэтому Уж в данном случае Она просто заступилась за подругу Хотя подруга у нее Далеко не Пример для подражания И скорее всего У нее внутри много боли Почему она так бунтует Это не значит Что она не может так выглядеть Если она будет счастлива Но раньше Когда у нее все было хорошо Она почему-то Более Спокойно выглядела Тут она решила Устроить протест И покрасила волосы В синий цвет Это мне нравится Как она выглядит Немножечко о другом Я просто помню себя Как я часто перекрашивала волосы И стригла И что-то такое с ними не делала Вот А я искала себя И В некоторые моменты Когда мне было плохо Мне реально хотелось Подстричь волосы То есть у меня тоже Было такое ощущение Внутри я не понимала себя Не понимала Что я хочу от жизни Что я хочу Увидеть свои жизни И Из-за некоторых причин Да Так происходило Это не значит Что У меня нет желания Что-то сделать Своими волосами Или своей внешностью Я как-то стала Более спокойно И более гармонично Себя чувствую То есть я очень сильно Изменилась Если мне захочется Я могу в любой цвет Покрасить волосы Вот То есть для меня Это Не Преграда какая-то Что Я буду думать Как я буду выглядеть В глазах других людей То есть я это буду делать В первую очередь Для себя Вот Раньше Просто Мой хаотичный Внутренний мир Он Выражался Внешностью Всех Может быть Конечно По-разному Но Я думаю Что с ней Тоже Что-то Такое Происходит Такой Ерунда Я не страдала Как Курение Косяков Как Курение Травы Или Хранение Пистолетов Под кроватью У нас Другая Страна Там У них С этим Проще Все Им легко Достать Оружие Да Там Многих У них Штатах Это вообще Все дело Разрешено И легально Вот Поэтому Она так Легко Об этом Говорила Дайте Я проверю Где у нас Было С вами Сохранение Сохранение У нас Не было Нам Нужно Как-то Это Все Дело Сохранить И Попить чай Поговорить С тобой Давно Я не видела Такого взгляда Что не так Зачем Ты стащила Пистолет Верни его Обратно Если она Его стащила Навряд ли Она его Вернет Обратно У нее Есть Какая-то Цель Давайте Узнаем Уже Знаешь Что тебе За это Влетит Кто-нибудь Вроде Найтана Прижмет Меня К синей Черт Зла Нужная Страховка Ты очень Просто Так Этого Не оставит Все Все Очень Опасно Но У меня Чего В кармане Ты умеешь Вообще Ими Пользоваться После просмотра Сотни Обычайших Видео Да Только Не носи Его в трусах Ладно Макс Мне проблемы Не нужны Я просто Хочу Свою Безопасность Ну вот Недавно Был разговор По поводу Этого Я против Другой Человек За Я считаю Что Оружие Это Страх И он По закону Притяжения Обязательно Привлечет К себе То Для чего Вы Или она Будет Его Применять Для защиты И От кого-то Но она Притянет К этому Оружию Агрессию Какую-то Негативную Ситуацию Потому что Оружие Все-таки Несет в себе Страх И убийство Вот Тот Кто Не верит В закон Притяжения Будет Со мной Спорить И этот Кто-то Может быть Сейчас Даже Смотрит Это Видео Но ты Знаешь Что Я Говорила Про Тебя Ну Ладно Пойдемте Уже Мы с ней Договорили Обо Все Сваливаем Наверное Нас еще На выходе Потрясет Немножечко Почему У меня Нельзя выйти Через окно Что ли Полезешь Или как Что ты Сказала Нам Да вот Не открывается Окно Вот Все Вот У нас Идет Сохранение Сейчас Мы Посмотрим Эту Зарисовочку И На этом Серия Закончится У нас Очень Красивое Освещение Прекрасный вид Не правда ли Напоминает Мне наше Детство Погоди Я не приходила Сюда Целую Вечность Почему Мне кажется Будто я Была Здесь Совсем Недавно Во сне Наверное Та же Самая Тропа Которая Шла В моем Сегодняшнем Кошмаре Точно Мы узнали Почему У нас Не было Сохранения Я не Врубилась Почему У нас Не было Сохранения Черт Возьми Такое Чувство Будет я Снова Очутилась Кошмаре Уоррен Сообщение Присыл Черт Твой Благородный Рыцарь Уоррен Прибыл Я знал Что ты Беспокоилась За меня Кстати Спасибо Ему Большое Он Сфингалом Он Тебя Защитил Я Твоя Должница Спасибо За Сегодняшнее Перезвоню Тебе Позже Окей Обещаю Не за что И ты Все Еще Должна Рассказать Мне Свой Большой Секрет Жди И я Вернусь Он За нее Заступился Очень Кстати Такой Поступок Действительно В плане Не то Что он Просто Сюси Пуси Тут К ней Подкатывает Что она Ему Нравится И приглашает В кино Свозить Они Просто Как Приятели Общаются За нее Заступился Это Огромного Стоит То есть Мужчина Славится Не словами А поступками Он Как раз Таки Это Наказал Так что Можешь Смело Ему Уже Доверить Свой Секрет Это Точно После Такого Поступка При том Что Возможно Тот Психопат И сильнее Его Но при этом Не струсил Все равно Врезал Ему Совсем Забыла Об этом Жаль Что Я не могу Отматывать Время Так Далеко Совсем Не помню Но Похоже Они Здесь Уже Довольно Давно Так Это Ты Смотрела Во сне Клое Нарисовала Это Чтобы Пометить Наш Номик На Дереве Чтобы Мы Навсегда Могли Найти Друг Друга В Экстренных Ситуациях Похоже Молодежь Аркадии Бэвси Еще Приходит Сюда Тусоваться Ну Где же Им Еще Тусоваться Главное Чтобы Не Засирали Природу За собой Это Можно Было Убрать Оставить Природ В Целси Сохранности Очевидно Микфу Повсюду Странно Эти символы Напоминают Мне Ветер Мне Напоминает Это Крикозябру Не Поймешь Что Слушай Что Дверь Забер Помню Как Мы Гоняли Вверх Вниз По Лестнице Не Ври Никому А Не Ври Никому То есть Наоборот Не Ври Никому Мысли Вслух Получится Красивое Фото Хлои На фоне Солнца Ты уверен Что Не хочешь Побыть Одна Присаживайся Ты В хорошем Настроении Обожаю Наглядать Как Мои Урочи Я такая Смелая Как ты Это Правда Мои Дочи Мне Жаль Что Тебе Пришлось Самой В этом Убедиться Тебе Приходится Жить С ним Он Всегда Был Таким С тех Пор Как Моя Чайная Мамаша Притащила Его В Наш Дом Никогда Не Доверяла Ему Я Рада Что Сделала Это Фото Странно Себя Чувствую Из-за Того Что Сделала Это Фото Но Странно Из-за Того Что Получилось Так Что Она Узнала Что Слишком Много Что Но Узнала Что Это Ему Дочь Но Я Рада Что Сделала Это Фото Что Сфотографировала Его Кейт На Всякий Случай Почему Он Ледит В Ее Дела Кажется Какие-то Странные Намерения У него Есть Куча Секретных Файлов Я Все Еще Думаю Что Он Забирает Что Там Секретный Архив Я Не Поняла Будешь Пить Я Хотела Не Макс Трусишка Что Ты Не Стала Подождите А что Ты Спросила Что Другое Смотрела Ли Файлы Секретные Там Вы Твой Дом И Правда Под Наблюдением О чем Ты Весь Твой Дом Напичкан Камерами Я Видела Их На Экране В Гараже Я Я Знала Он Просто Конченный Параной Ладно Пока Сохраним Это Втайне Порай Неведение Это Благо Не Удивительно Что Я Так Жалкая В этом Городе Все Все Знают А в Чем Секрет Найтана Он Найтана Какой Секрет Он Знатный Подонок Придает Душевную Наркоту Перемешку С Ослабительным Как-то Раз Он Накачал Этим И Меня Что Мы Познакомились В одном Говенном Баре Где У меня Спросили Документов Он Был Слишком Богат И Пен Для Того Места Разбрасывался Деньгами Просто Расскажи Мне Что Произошла Я Была Дура Думала Настолько Пен Что По Красиво И Так Семь Нужны Были Деньги В В Общем Да Рэйчел А И Рэйчел Тут Пропала Что Насчет На Это Сколько Сколько Ты Должна Три Штуки Плюс Проценты Но Прежде Чем Я Смогла У него Их Стянуть Он Подсыпал Мне Какую-то Дрянь Боже Клой Поверить Не Могу Что Было Потом Проснулся Видела Как Это Возвращение Целовать Ползет Вокруг Меня С Камерой Все Было Быто В тумане Пытался Дарить Его Разбил Лампу На этом Растерялся Так что Успел Выбить Дверь Свалить Оттуда Изнасиловал Что Ли Или Что Что Ты Сделала Потом Я Наделась На то Что Он Заплатит Мне За Молчание Поэтому И Встретились В Туалете Он Притащил Пушку Полиция Ну Типа Он Самый Известный Подонок Здесь У Него Родители Заправляют Все Это Дыро Как Он Сказал Богатый Властный Скорее Сего Откупится Ну Как Решать Проблемы На самом деле Правоохранительные Органы Очень часто Наоборот Еще Больше Проблем Могут Добавить В жизнь Человека Современного Потому Что Они Очень Даже Нечестные И Очень Много Коррупции Среди Этих Правоохранительных Органов Очень Обидно Что Наш Мир Такой Очень Много Ситуаций Когда Они Сами Сдают Людям Еще Больше Усложняет Жизнь Человеку Хотя Это Просто В отчаянии Куда Ты Еще Пойдешь Ты Естественно Пойдешь Напиши Заявление Или Позвонишь В полицию Да Дабы Чтобы Они Тебя Защитили Но 50 на 50 Неизвестно Как Оно Все Не знаю В данном Случай Мы В игре И Почему Не Особо Хочется Верить В эту Полицию Что Ты Никому Не Рассказала Нужно Быть Осторожнее Сегодня Ты Была Рядом Ты Спасла Меня В шоке Встретить Тебя После Скольных Лет Такое Чувство Судьба Я думала Она Ее Обнимет Если Это Судьба То Я надеюсь Что Мы Отыщем Рэйчел Я Скучаю По Макс Так Красиво Чертов Дарал Забрала Всех Кого Я Когда Либо Любила Сбросить На Аркадию Бомбу Только Не Снова Почему Это Происходит Со Мной Почему Я Снова Тут Оказалась Тебе Поручена Миссия Спасается Человеческие Жизни У меня Компьютер Перегрелся О У нас Было Сохранение Так Эту Таинственную Загадочную Историю Мы будем Разгадывать И Расследовать Следующая Серия Как интригующе Но все-таки Мы перенесем Это на Следующую Серию Спасибо Ребят Что Вместе Со мной На канале Что смотрите Мои видео Смотрите Другие Прохождения Оставляйте Комментарии Свои пожелания Увидимся В других Видео Всем пока Субтитры Субтитры